Салют, народ, с вами я, Смейл, и добро пожаловать на 100 дней выживания в покемон-мире в Майнкрафте. Ёлы-палы, какой же офигенный путь мне сегодня, ребята, предстоит, и вы видели это? Здесь заспаунился Лорвитар, смотрите, 29 уровня, и, ребята, у меня сегодня начальный покемон Пикачу, и я думаю то, что за 100 дней мы прокачаем себе довольно-таки неплохую команду. Давайте просто так попробуем его поймать, и, ах, неудача, но, скорее всего, мы просто сейчас 3 бола потратим. Ну ладно, давайте попробуем. Ребята, пока Лорвитарчик ловится... Ммм, не поймался. Вы можете прямо сейчас поставить лайк, ведь с каждым лайком моя удача увеличивается, как и ваши оценки в школе. Но ты, Лорвитарчик, жди, жди меня, я тебя ещё поймаю, он убил моего Пикачу, что делать? А я знаю, что делать, мы сейчас пропишем спам и захилим своего покемона. Иди сюда, хилочка, хилься, хилься. Ребята, мне тут какой-то странный путник подогнал супер удочку, и, по-моему, это просто супер подгон, потому что у меня Пикачу, и я как раз очень силён против водных покемонов. Вот здесь всё написано, сильный против летающих и водных, отлично. Уууу, просто посмотрите, какой здесь прикольный спаун, эш. Прикольный чувачок. И, ребята, если вы не подписались на канал, то обязательно подписывайтесь. Кстати, я играю на сервере номер 2, заходите сюда, играйте вместе со мной. Я здесь очень часто зависаю, записываю видосы. Если вы здесь будете играть, я, возможно, к вам тэпнусь и подарю подарочки. Так, ребята, я снова на этой игре. Было бы классно, если бы сейчас здесь заспаунился Райкваза. Хотя, я очень сильно хочу себе Райквазу в команду. Я думаю, за 100 дней у нас получится по-любому сделать. У меня ещё есть отличные идеи, ребята. Я хочу сделать мелтанчика с помощью печек. Поэтому мне нужно будет очень-очень много камня и очень-очень много руды. Ну, в принципе, я это всё обязательно добуду. А пока я думаю, просто можно покачать своего Пикачу. Так, Роликоли. Смотрите, здесь вообще покемоны абсолютно не те, которые нам нужны. Мы можем пойти порыбачить, но, в принципе, с рыбалки мы будем больших слишком покемонов доставать. О, носатый. Просто посмотрите, 35-го левела. Вот это чувачок. Окей, главное, чтобы он на меня не напал. И у меня есть еда. Давайте свининку вот так вот скушаем. И, кстати, самая отличная идея для начала, мне кажется, это поймать Маджикарпа и эволюционировать его в Гоярдоса. Давайте посмотрим. Он, в принципе, болото здесь не так часто спавнится. Вон там вроде уже не болото. И давайте, давайте чекнем. Может быть, будет здесь Маджикарпик? Возможно, даже два, чтобы мы могли ещё и покачаться. Хммм, никого не вижу. Окей, давайте попробуем закинуть удочку. Давай, давай, ловись рыбка большая и золотая, ловись рыбка большая и золотая. Надеюсь, там будет один восклицательный знак. И надеюсь, что меня сейчас никто не победит. Или выпадет какой-нибудь покемон лайтовый. О, Дупайдер. Ну, слушайте, мне кажется, мы его не победим, потому что он 19-го левла. Но стоит попробовать. Эммм, да. Хилим покемона. Ёлки-палки. Пикачу ещё у нас никого не победил. Надеюсь, в принципе, то, что сейчас я тэпнусь на хом. Обратно на ту гору. И кого-нибудь найду. Реликоли. Ладно, побежали куда-нибудь в ту сторону. Отбежим подальше от болота. Хочу очень сильно себе Маджикарпа. Гоярвис просто имба для прокачки покемона. Ай, йоу. Ребята, я зашёл в магазинчик. И мне нужно купить покеболы. Только сейчас об этом вспомнил. Давайте посмотрим, что... Офигеть, угадал с продавцом. С первого раза. Отлично, давайте я сюда вот зайду и куплю себе... Хм, квикбол? Я думаю, у меня как раз 10 тысяч есть. Можно купить себе 4 квикбола. Окей, 4 квикбола. И возьмём на оставшиеся деньги себе ультраболы. Почему бы и нет? 6 ультраболов. Отлично. У меня уже есть 10 офигенных покеболов. И мы прописываем хом. Всё, Маджикарп, теперь я тебя точно поймаю. Блин, для вообще эффективной прокачки мне нужны покемоны низкого левела. А здесь всякие маки выпадают. Ну, точнее, это кто? Граймер. Да, первая эволюция мака. Хм... Я здесь никого пока прикольного низкого левела не вижу. Ой-ой-ой. Там рейд босс, но сейчас мы его точно не победим. У меня, кстати, есть ещё 3 конфетки. Это китстарт такой. Граймер, бро. Я тебя тоже не выиграю. Ты 11 левела, а мне на спаун бежать чё-то не хочется. Хотя, знаете что? Может быть нам Граймера поймать? Почему бы и нет? Давай-давай, Пикачу. Иди сюда. И мы сейчас с помощью квикбола, надеюсь, в первого раза тебя поймаем. Как раз-таки Граймер довольно-таки неплохой покемон. Офигеть! Что стало? Ребята, я на луне? Получа... Офигеть! Братишка, ты не был пойман? А где я? Как ты меня мог ваншотнуть? Хорошо. Хорошо, бро. Давайте испытаем нашу удачу. Давайте просто попробуем его поймать в ультрабол, который провалился под землю. О-о-о. А-а-а. Ладно, Глайгор не был пойман. Давайте я прямо сейчас побегу куда-нибудь вон туда. Но мне снова придётся килить своего Пикачу. Так, ну мне нужен Мэджикард по-любому хорошего уровня. И главное, чтобы он был без толчка. Потому что я буду ловить в него, тратить все болы. И чтоб он меня не ударил и не убил. Смотрите, самолётики летают. Они как-то на одном месте летают. Какие-то они очень странные. Так, хорошо. Давайте чекнем здесь. Пока никто не появился, нам очень-очень сильно нужен Мэджикард, ребята. Ребята, это, по-моему, самое длинное видео на канале. За это, вот если вы не поставили лайк, пожалуйста, поставьте лайк. Оцените и заходите на Кристаллик, сыграйте вместе со мной. А пока мы ждём... Вау! Вау! Я просто так взял и нашёл ещё одного Пикачу? Хм, попробовать с ним сразиться или нет? Окей, let's go! Давай я попробую тебя ударить... У меня только электрошок есть, бро. У меня только есть электрошок. Блин, капец, я ему мало снёс. Но обычной атаки у меня нет, к сожалению. Давайте я шармом попробую. Вот так, хопа! Сильно понизилась атака. Хорошо. О, он тоже шарм использовал. Офигеть! Мы прям повторяем действия друг друга. Но в целом у него сейчас будет меньше хопа, чем у меня. И мы должны его добить. Это по-любому. Мне Пикачу не нужен. Но в целом, если бы у меня его не было, я бы прямо сейчас попытался его поймать. Потому что Пикачу это имбушка. И ребята, стартовик у меня такой. Знаете почему? А потому что я могу, ребята. Вот такой вот у меня Пикачу пятого левла. Это даже не стартовик. Но у меня это стартовик. Классно, да? А это все, потому что я ставлю лайки под видео с мейла. Так, электрошок. Давай сейчас добьем. Блин, этот Пикачу такой френдли был. О, Пиканиум! Офигеть! Офигенно! Ребята, мне такие классные штуки выпали. Маджикарпы так и не заспавнились. Да? Ну, мы сейчас можем вставить камень в Пикачу. И просто он у нас жестко бустанулся. И я удивлен то, что здесь не спавнятся маджикарпы. О, 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 о! Нашел, 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 нашел одного. Так, какого ты левла, бро? Так. Окей, давайте доплыву до него. Блин, капец, он быстро плавает. А я на своем Пикачу, к сожалению, не смогу плавать. Окей, давайте я просто добегу и попробую попасть в него болом. Капец, он далеко улетел. Маджикарпы там новые не заспавнились. Блин, не заспавнились. Ну, давайте я попробую вот так вот попасть. О, нифига себе попал трехочковый, ребят. Покебол, квикбол, отлично. И мы с помощью Пикачу будем еще и маджикарпа, да, качать. Тогда мне нужна штучка под названием разделитель экспы. Отлично, мы поймали маджикарпа. Очень-очень хорошо. Так, 10-го левла, а Пикачу у нас уже 6-го. Да, ребята, нам нужно очень жестко сейчас прокачаться. Худ-худ, прилетел. Смотрите, у меня есть офигенная атака для тебя. Так, давай электрошоком тебя ударю. Ёлы-палы, ребята. Опа. И Худ-худ очень-очень хорошо пострадал. Давайте сейчас его добью. О, 58 опыта у нас получил Пикачу. И скоро, походу, я его неплохо так прокачаю. Чтобы мне хорошо прокачать Пикачу, нужно взлететь, наверное, куда-то наверх. Смотрите. Там, в принципе, маленькие видлы бегают. Но, в целом, я думаю, здесь будут спавниться всякие худ-худы и летающие покемоны типа Макро. Оу. И можно будет их выигрывать. А, 27-й левел. Окей. Этот покемон, я думаю... Ну, хотя, давайте попробуем. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Отлично. Давайте я сейчас электрошоком попробую его ударить. Надеюсь, то, что он по мне попадать... Ну, хотя... Ну, как он по мне попадать не будет? Он будет по мне попадать? Эм... Да, он меня ваншотнул. А у меня... Мэджикарп без толчка. Мэджикарп с репыханием. Вообще классно. Здесь худ-худ 11-го левла. Офигеть. Я уже подумываю, может быть, реально просто на пляже стоять, ждать спавна очень-очень-очень много Мэджикарпов и просто фармить на них экспу на Пикачу. В целом, я думаю, идея-то неплохая. Давайте посмотрим... Оу, какой ты левел? Надеюсь, небольшой. Я смогу тебя победить. 24-й. К сожалению, нет. О, о, а это не Мэджикарп. Эх, дайте мне Мэджикарпа. Там травяной тип покемона, точнее, это насекомое. Это мне не подходит. Мне нужны водные или летающие. Йоу, я вижу одного Мэджикарпа. Почему бы и нет? Давайте сейчас экспу разделим. Блин, не попал. К сожалению... Ой-ой-ой, это уже мой Мэджикарп появился. А этот Мэджикарп Мансит. О, всё, попал. Отлично. Давайте я сейчас поменяю покемона на Пикачу. Он седьмого левла, кстати. Это довольно-таки неплохо. И мы сейчас просто электрошоком ваншотним его. Почему бы и нет? Отлично. А, 10% хп осталось. Окей, хп не так много получили. Но, в принципе, это довольно-таки эффективно. А ты какого левла, бро? Какого ты левла? Давайте я сейчас на дно погружусь. Блин, не введен уровень. Нужно поближе проплыть. Так, здесь ещё Мэджикарпы заспамнили. Смотрите, вообще прикольно. Так, надеюсь, ты левлом повыше будешь. Опа, давайте я кину. Не попадаю, к сожалению, покеболом. Давайте ещё. Да, сейчас, походу, я здесь надолго застряну. Нужно очень-очень сильно прокачать своего Пикачу. Так, Мэджикарпик. Ах, блин, я вообще не попадаю. А, да как так? Офигеть. Тогда попал, сдали я. Сейчас не могу попасть. Чё-то он прям очень-очень сильно мансит. Отлично, беру Пикачу. Отлично, 28 экспы каждому удалось. И это мы, кстати, маленькими шажочками приближаемся к нашей цели. Прокачать Пикачу. И нам срочно нужен Гоярдос. Ребята, Пикачу у меня 15 уровня. Так же, как и Мэджикарп. Мы вот на Венгальчиках здесь немножко качаемся. Капец, здесь столько нужно гриндить. Столько нужно убивать покемонов, чтобы качаться вначале. Но в целом, когда у нас будет Гоярдос, уже всё должно идти намного быстрее. И я думаю, то, что нужно будет сделать нам какой-то домик, чтобы сделать очень-очень много печек. И повысить шанс выпадения Милтана. Милтана я бы очень сильно хотел, очень сильно хотел бы сделать. И это, по-моему, очень классно. У-у-у, офигеть. Блин, ну, к сожалению, мы сейчас до неё вообще не долетим. Давайте я сейчас куда? О-о-о, мачапы. Прикольно, конечно, это всё классно. Но нам нужно как-то спуститься вниз. Либо вот здесь стоять и валить летающих покемонов. Но они так высоко летают. И это так сложно, капец. Так, давайте я куда-нибудь вон туда вот побегу. И, да, реально, мне нужно обосноваться где-нибудь. Где-нибудь в каком-то выгодном месте. Джилдут. Каменный тип. Эх, блин. Ну, каменный тип, я не знаю, смогу я против него или нет. Ну, давай попробуем. Блин, у меня же нету атак, кроме электрических. Никакие атаки. Ладно. Джилдут, летс гоу. А я, по идее, бесполезен, да, против каменных? Походу, да, ребята. Давайте просто ливнем. И всё. 14-го левела Джилдут, прощай. Я сейчас просто побегу куда-нибудь вон туда. Но нужно нам близко к воде держаться. Если что, кого-нибудь там убивать и качаться. Офигеть, ребят. Просто посмотрите на этот водопад. Он ещё в такое озеро классное выливается. Как будто его кто-то из игроков сделал. Он как-то не по-майнкрафтерскому. Не натурально выглядит, да? Согласитесь? Окей. Давайте идём куда-нибудь дальше. Ну, блин. Был бы у меня Гоярдос. Я бы просто сейчас здесь всех высушивал. Очень много бы экспы сейчас себе налутал бы здесь. Эх, маленькие арончики. Будущие агрончики. Ничего страшного. Давайте поднимемся куда-нибудь наверх. И там уже посмотрим, что по покемонам. Кстати, ребят. Я только сейчас вспомнил то, что у меня есть удочка. Представляете? Только сейчас вспомнил то, что у меня есть удочка. И у меня Пикачу уже 15-го левела. В целом, покемонов мы должны довольно-таки неплохо вырубать. Нужна, конечно, ему новая какая-то электрическая атака. Пикачу. Давайте сейчас попробуем это сделать. Финеон. Нифига себе. Вот это, конечно, классно. Давайте электроволной я смогу... Финеон 28-го левела, конечно, у нас не получился. Надо идти дальше. Так. А ты, Вейлмер, 30-го левела. Жесть. Я вообще их боюсь. Прописал я РТП. И я заспаунился в довольно-таки неплохом месте. Давайте прямо здесь попробуем поймать каких-то лайтовеньких покемонов. Так, отлично. У меня Маджикарп стоит. Это чтобы ему... Ничего не клюет. Представляете? Ничего не клюет. Давай, удочка, ловись. Ловись, ловись, рыбочка. Так. Три точки. Одна точка. И когда будут восхитительные знаки? Не клю... Ладно. Здесь реально ничего не клюет. Давайте попробуем где-нибудь здесь. Здесь как раз-таки будет поглубже. Почему бы и нет? Окей. Давайте я поменяю местами, чтобы на Маджикарпа, если что, нападали. Угу. Поменяли местами покемонов. И на Маджикарпа вот так вот наведу. Все. На Маджикарпа нападают. Мы берем Пикачу и вырубаем всех. Ребят, а здесь что, вообще не клюет? А, вууу. Баскулин. Нифига себе. У меня на Маджикарпе как раз есть толчок. Зря, походу, я... Ой. Ой. Меня не добили. Отлично. Баскулин 29-го левела. Не знаю, смогу я против него что-то сделать или нет. Но давайте попробуем. Почему бы и нет? Давайте электрошоком попробуем. Так. Сколько я ХП тебе снижу? Ой, очень мало. Капец. Ладно, давайте убегаем на спаун. Хилить дальше покемончиков. Ребята, вы просто посмотрите, сколько опыта осталось нам получить, чтобы у нас Маджикарп эволюционировал в Гоярдоса. Это просто имба жесткая. Так, окей. Ладно, я думаю то, что сейчас мы где-нибудь здесь вот. Хундур. Летс гоу. Толчком тебя. У меня как раз Маджикарп самый жесткий. 19-го левела. И он как раз водный. Этого Хундура Огненного просто сотрет. Ребята. Смотрите. Ультра-очервоточина. Ааа. Ну зачем мне эту ультра-очервоточину? Мы уже Маджикарпом можем сражаться, ребят. Смотрите. Мы почти победили Хундура. Главное, чтобы он нас сейчас не кританул. И главное, чтобы... О! 211 опыта. Халява, халява. Сюда ее. Давайте куда-нибудь... Во! Ультра-космос портал у нас заспавнился. Но нам пока туда не надо. Нам вообще нужно прокачать своих покемонов. И желательно найти какую-нибудь уже первую легендарку. Почему бы и нет? Можно просто постоять на горе и подождать какую-нибудь Райквазу. Райквазу бы очень хотел. И на горе, я думаю, что можно будет сделать себе базу. Ну, там, где мы будем переплавлять наши всякие руды. И ждать нашего Мелтанчика. Почему бы и нет? Так, ладно. Летс гоу. Докачаем нашего Маджикарпа. А где все покемоны? Ребята, где все покемоны? Ууу, тут Сэндейлы пятого левела. Летс гоу. Толчок. О, с двух ударов сейчас вынесем его. Но с них должно очень много экспы дать. Ребят, это точно. 41 опыт. Но в целом, учитывая то, что я довольно-таки быстро их валю. О, 27 левел. Окей. Ладно. Я думаю, что в целом мои покемоны неэффективны против него. Давайте вернемся. О, интересно, а здесь можно порыбачить? А, ладно. Ждать, походу, очень долго. Поэтому давай пока. Скоро увидимся. Окей. Гравелеры 27 левела. Это, конечно, очень круто. Но у нас Пикачу уже 23 уровня. И в целом нам не страшны покемоны эти водные. Кого мы там будем сейчас выбивать? Let's go, let's go. У-у-у. Скрелп. Чекайте. Let's go. Давайте я сейчас Пикачу возьму. Отлично. 25 левел. А у меня 23 левел Пикачу. Как бы неплохо, да? Чувствуете разницу. Искры. Эх. Пока эти атаки мы не можем использовать. Искры. Я парализовал его. Опа. А, не-е-е. Как он меня ударил? Ладно, хорошо. 2 хп. Электрошок, по идее, должен тебя добить. 228 опыта мне дали. И Пикачу, и Маджикарпу капец, как мне постоянно приходится на спавник летать. Опа, Маджикарпик. Толчок. Опа. И еще один толчок. Опа. И сейчас мне по 10 опыта, да, дадут? Маджикарпу 10 опыта. Срочно. 14. Офигеть, ребята. Это полный рекорд. Полный рекорд. Окей. Голден 13-го у меня. Давайте просто так вот кинем. И электрошоком тебя ваншотнем. 206 опыта. Нет, я забыл, к сожалению, на Маджикарпа переключиться. Эх, ловись, рыбка большая. Офигеть. Сикинг 46-го левела. Ты что, издеваешься? Зачем мне ты такой большой? Окей. Хорошо. Ты, конечно, по Пикачу ударил. Ладно. Надеюсь, то, что я смогу сейчас тебя парализовать. Защита Пикачу понизилась. Конечно, очень классно. Это было очень эффективно. И это тоже классно. Давайте я прямо сейчас электро... Аааа, Сикинг. Ты что, попутал? Вот мы... Буквально 200 опыта осталось в Маджикарпу получить. Или 200-300 опыта, чтобы он апнулся. Но всякие Сикинги мне не дают этого сделать. У меня прям фул тильт. Ладно, убегаю. Мне нужны покемоны 20-го, 25-го уровня, чтобы попадали с рыбалки. Что за фигня такая? Что не покемон, что мой Пикачу отлетает. Хочу, ребята, себе в команду еще Гренинзю. Хм, Гренинзя, Мелтанчик, Райкваза. Довольно-таки неплохая, ребята. У меня команда в голове вырисовывается. Не знаю, кто у меня еще будет. Может быть, какой-то через арк. Было бы классно на нем летать. Классный ты, Маджикарп. Отлично выглядишь. Так. Ладно, давайте закинем удочку. Оооо. Покемон. Штурвал. Вот это классно, ребята. Выглядит он прикольно. Я помню, кажется, где-то он у меня даже был в каком-то мере. Такой покемон с рейдбосса его выбивал. Давай-давай, ловись рыбка большая. Давай-давай. Опа. Вейлмер. Нифига себе, реально большая рыба поймалась. Он меня ваншотнет. Да, зачем я его ударил? Зачем я его ударил? Ладно. Хорошо. Фух, не ваншотнул. Так. Ооо. Искры довольно-таки неплохо по нему ударили. Офигеть. Он при пыхании использовал. А у тебя что, атак нету, Вейлмер? Серьезно? Шестьсот? О. Ребята. У меня сейчас будет эволюционировать Маджикарп. Офигенно. Так, давайте возьмем кожу и... Офигеть. Ребята, у меня сейчас будет Гоярдос. И в целом... Блин, Гоярдос везде силен. Я смогу просто везде с помощью него качаться. Чекайте. Вот это большой Маджикарп достал. Блин, капец. Это вообще классно. Гоярдоса я очень давно ждал. Салют, бро. Как дела? И у меня теперь два довольно-таки боевых прикольных покемона. Отлично. Давайте посмотрим. Так. Сирскит. Окей, да. Сюда его. И что у меня там? Укус есть. Ну, укус это довольно-таки обычная темная атака. Мне нужны водные атаки. Всякие классные. Но... Я буду всех сейчас ваншотить с помощью него. Качалка, ребята, сейчас очень-очень жестко будет ускоряться. Так. У нас какой? Пустынный биом. Да, значит. Давайте посмотрим, кто здесь есть. Кто здесь заспавнился. Пока в целом никого интересного не вижу. Но смотрите. У нас здесь есть Неймл. Который слабый против водных покемонов. Окей. Огненный. Огненный землян. Ну, давай, Неймл. Иди сюда. Укус. Опа. Но Гоярдос, ребята, силен. Гоярдос действительно силен. И я с помощью него вообще смогу очень хорошо качаться. Так. Давайте куда-нибудь повыше поднимусь. Где-нибудь здесь. Сейчас мы походим. С вами покачаемся. А здесь остров уже заканчивается. Да. Здесь остров уже заканчивается. Мне нужно идти куда-то в ту сторону. О, еще один Неймл заспавнился. Какого ты левла? Пятого. Блин. Ну, пятый левел это на один удар. Блин. Гоярдоса мы сейчас очень-очень жестко прокачаем. Упана. Давайте спускаемся пониже. Какого трапинч 26 левла? Иди сюда, бро. Укус. Укус. Еще укус. Давай-давай. Бесконечные укусы у нас сейчас будут. Капец. Гоярдос и Пикачу у нас уже есть. Нужен им левел повыше. Я думаю, то что сейчас мы отправимся реально в гору. И будем там уже ждать, может быть, спавна какой-нибудь легендарочки. НТ часто спавнится в горах. И, блин. Ну, Райкваза в целом очень сильно хочу. И, в общем, буду вот стоять сейчас. Буду два часа на одном месте. И просто смотреть в экран. Действительно. Очень сильно так хочу Райквазу. О, ребята, точно. Мы же сейчас еще сможем пойти в болото. Прописав сначала. Давайте спавн пропишем. Хочу на спавн. Хочу на спавн. Давайте похилим здесь покемонов. Хильтесь. Все, все отлично. Хилим покемонов. И пропишем хом. Хом у нас стоит как раз таки здесь, где мы начинали. Ларвитарчики есть. Червандер. Нифига себе. Вот это мне повезло, ребята. Еще один стартовик заспавнился. Какого ты левела? Надеюсь, не пятого. Правда, надеюсь, хоть десятого будешь. Отлично, ребята. Просто супер. Так, давайте. Мне нужно Пикачу против него. Гоярдес его ваншотнет. Хотя, ребята, я не хочу даже его бить, потому что у меня в целом покемоны высокого левела. Так, давайте я вот такой столб построю, потом его обязательно снесу. Так, окей. Червандер. Десятого уровня. Хорошо, бро. Так. Опа. Кидаю. Отлично. Покебол. Квикбол. И я надеюсь, что с помощью квикбола я поймаю нашего Червандера. Ой. Червандер не был пойман. Ты чё? Ты чё, угораешь что ли? Серьезно? Ладно. Ультрабол. Я боюсь его бить. Ребята, я очень сильно боюсь его бить. Хоть бы ты просто сейчас поймался, без проблем и всё. А у меня-то, у меня-то покеболов нету. Придётся искать всякие штуки, лазить по миру, чтобы продать всякие приколюхи. Блин, капец. Ребят, что мне сейчас делать? Если я ударю... Ладно, давайте я убегу. У меня один квикбол ещё есть. Офигеть. Просто давайте посмотрим, чё у нас там по Червандеру. Так, сильный против жучих. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Это всё понятно. Это всё классно. А как же электрические покемоны? Если я тебя ударю, ты просто, получается... Ну, ты ваншотнишься. Блин. Ну, ладно, давайте ещё раз попробуем кинуть квикбол в него. Так, это мой последний квикбол. И ты обязательно должен пойматься, Червандер. Почему бы и нет? Обязательно должен пойматься. Нееет, блин. Капец, как... И откуда мне покеболы следующие брать? Откуда мне брать следующие покеболы для остальных покемонов? Или даже для Червандера? Если я отсюда сейчас уйду, он, скорее всего, пропадёт. Он, скорее всего, реально пропадёт. И, к сожалению, мне кажется, это действительно наша первая вот такая вот сильная неудача. Нашли стартовика, удача, и не получается его поймать. Окей. Если сейчас не поймаем, анлайки. Действительно, анлайки, ребята, в комментариях пишите. Если вы это видели. Да. Я его ваншотнул. И что? Ну, в целом, я думаю, Червандера мы ещё найдём в горах. Самая главная наша задача это пойти сейчас накопать много, я думаю, можно накопать очень много камня, очень много руды, очень много нам нужно ещё угля. Да. Скрафтить себе очень много печек и на горе где-то это всё переплавлять. И, кстати, нам нужно подумать, как же нам заработать денег и откуда набрать покеболы. В целом, можно, в принципе, априкорны понаходить. Выращивать априкорновые деревья и домик себе построить. Ладно, я думаю, что я плюс-минус так и сделаю, ребята. Вот буквально через секунду у меня уже появится дом, представляете? Пам-пам, ребята, я построил дом и вы бы знали, что было. Я очень-очень-очень-очень много руды накопал на шахте и просто посмотрите, сколько у меня здесь печек. В принципе, выбивать милтана я готов и сейчас расскажу вам, ребята, про случай с подписчиками. Офигеть, снег идёт. Окей, ребята, я на спавне встретился с подписчиками, меня узнали, сказали, Йоу, Смейл, на тебе приколов, и вы бы знали, что они мне дали. Паркбол, это как мастер-бол, представляете? Это вообще имба. Дали мне полстака квикболов и ультраболы. А я-то думал, ребята, то, что вот эта плантация априкорновых штук мне пойдёт. Я как раз синие, жёлтые и чёрные сделал, чтобы квикболы и ультраболы только себе намутить. У меня здесь ещё и паркбол, квикбол и ультрабол просто всё халявное. И мне, кстати, ещё конфеточек подогнали. Поэтому, ребята, сейчас наши похождения должны ускориться. Мы, в принципе, уже давно находимся на горе. Окей, здесь пока никто не спавнился. Я планирую сейчас запустить печки. Там с помощью руды. Рудой, кстати, со мной тоже поделились. Давайте посмотрим, вообще сделаем обзор на мой дом. Посмотрите, просто какая оранжевая кровать. В цвет моей футболочки, да? А какие у меня очки. Вообще классные очки. Просто суперские. Ёлки-палки, ребята. Как же здесь прикольно. И, кстати, чуть-чуть буквально покемонов прокачал и точно. Мне столько всего подогнали. Смотрите, у меня ещё есть прибор опыта всем. Это вообще имбушка. Имба-штука. Давайте я с миньором сражусь. Отлично. Водопад. Почему бы и нет? С помощью водопада, я думаю, я почти ваншотнул его. Отлично. И сейчас мне очень много опыта должны дать. О, о, звёздная пыль. И осколок блестящего камня. Окей, давайте это всё возьмём. Хотя осколок мне не нужен. И можно ещё вот на тебя пойти. Капец. Когда уже закончится снег? Я этого жду. Капец, рыбит у меня глаза, ребят. Ага. Каркол. Держи вот тебе водопадик тоже. Ваншотик. И капец, ребята. Сколько у меня гаярд из опыта получает. Я думаю, то, что я сейчас буду здесь стоять. Запущу, запущу себе... Так, где у меня руда? Запущу себе печки. Так, как бы это всё разделить? Чтобы это всё чётко работало. Блин. А если мелтанчик заспавнится, то есть шанс, что это заспавнится фейк. Мёлтан. И получается, нам на него, скорее всего, паркбол лучше не тратить. Да. Паркбол на него лучше не тратить. Давайте я сейчас аккуратненько всё возьму. Вот такая вот у меня дефолтная руда. Тридцать две штуки. И сколько я, получается, заполню печек? Раз. Два. Трис. Четырис. Пять. Я понял. Шесть. Семь. Восемь. Капец, я столько печек сделал. И надеюсь, то, что... Надеюсь, то, что сейчас мелтанчик заспавнится. Я очень-очень сильно хочу. Так. Йоу-йоу-йоу. Давайте, печечки, работайте. Так. Так. И просто нужно сейчас бегать из стороны в сторону. Но, как сказать, недалеко от пещер. Фу. От пещер. Недалеко от печек. И ждать спавна. И смотреть, не заспавнился ли маленький такой мелтанчик. Так. Давай. Берись. Так. Сюда я ничего не вставлял. А, здесь угля нету. Как я это упустил? Углем вроде все заполнял. Так. Хорошо. И получается вот как-то... Как-то вот так вот. Сколько у нас печек работает? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 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 Ну, короче. Где-то 25 печек работает. Надеюсь, он заспавнится. 25 печек это не так много, но в целом шанс довольно-таки хороший. Так, ребята, просто нужно здесь всё осмотреть. Здесь нужно всё осмотреть и аккуратненько за всем следить. Йоу, нифига себе. Вороны, когда там уже дождь закончится и снег? Офигеть, ребята, смотрите. Я думал то, что это мелтанчик маленький. Но сейчас я думаю то, что он уже должен появиться. Капец, давай-давай, мелтанчик. Я уверен то, что мне повезёт и с таким маленьким шансом сейчас он заспавнится где-то здесь. Хотя 25... Блин, сколько там нужно для полного шанса? О, и дождь прошёл. Это к добру, это вообще к жёсткому добру. Давайте я подготовлю специально хлебушка немного. Сейчас будем здесь стоять, просто ждать. Так, хлебушка подготовлю. И на всякий случай, я думаю, можно все покеболы взять. И просто здесь ходить. Если он заспавнится, он может и вниз упасть. Всё может быть. Так, йоу, роликоли. Сорянчик, бро. Ой-ой-ой, куда я так вниз упал? Хорошо. Пока никого не вижу. Блин, капец, я думал то, что это мелтанчик. Жёстко-жёстко. Так, мне нужны блоки. Давайте я вот так вот аккуратненько поставлю всё. И... Ту-ту-тун. Эй, мелтанчик, спавнся где-нибудь здесь, пожалуйста. Там уже скоро всё переплавится. Давайте пока я победим каркола. Почему бы и нет? 27-й левел. Ой, блин, случайно укусом его ударил. Давай, давай, давай. Ожидание? Какое ожидание? Давай быстрее добьём. Может, там мелтанчик появился. Водный хвост. Давайте вместо танца дождя. Ладно, погоду я не особо люблю управлять. Я просто люблю очень много мощных атак. Так, хорошо. Гоярдос. Ой. А это кто? Это что за звуки были? Стоп. А, нифига себе. Это мелтан. Это мелтан, это мелтан. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, ребята. Офигеть. Это у нас первая легендарка будет. Если мы сейчас его поймаем, это будет просто имба. Окей, квикбол. Let's go. Но, кстати, с помощью квикбола очень маленький шанс его поймать. И с помощью ультрабола. Там капец какой минимальный шанс. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это мне прям жестко повезло, то, что он выпал. Или, в принципе, столько печек хватит. Мне действительно очень жестко получается повезло. Так. Ультрабол. Блин. Тратить паркбол на мелтана или нет? Он еще пятого левла. Но у меня есть экспол всем. И в целом... Ладно. Давайте ультрабольчик. Ультрабольчиками пока покидаемся. И если что, я, наверное, буду использовать паркбол. Блин. А вдруг это фейк мелтан? И у нас будет вместо мелтана жижа. Ах, будет, конечно, фулл тельтова. Окей. Let's go. Let's go. Давайте, давайте. Мы должны поймать мелтана. Так. Мелтанчик. Меня бьет. Смотрите, Гоярдусу уже... Офигеть, как много хп снял. Мелтан не был пойман. Но я понимаю то, что не был пойман. Ты пятого левла, бро. Ты пятого левла. Это капец как мало. Но я должен тебя поймать. Ладно. Давайте я сейчас пять покеболов брошу. Если с пяти покеболов не поймаю, то я буду кидать паркбол. И буду надеяться, что это именно тот мелтан. Один кинул. Второй. Пошел. Давайте. Ребята, я в нас верю. Я очень сильно в нас верю. И очень сильно хочу его поймать. И мне кажется, у него вроде эволюция прям будет на следующем левле. И он будет... Ох, каким жестиком. Ладно, ультрабольчик. Держи, мелтанчик. Давай, давай, ты сможешь. Не был пойман, сколько я там уже покеболов потратил. Но еще парочку штук, мне кажется, нужно кинуть. Но это будет ультралак, если мы его поймаем в ультрабол. Это будет действительно очень-очень... Очень-очень хорошо. Ультрабол. Let's go. Вау. Вау. Так. Офигеть. Смотрите, мы где-то снова в космосе каком-то. Ультрабол. Держи. Офигеть, мелтанчик. Давай, давай, ловись. Блин, капец. Мелтанчик, к сожалению, не ловится. Ладно. Кидаю паркбол. И надеюсь, что это будет мелтан. Давай, давай, левел 5, мелтанчик. Ты должен... Да, отлично. Мы его поймали. Может быть, где-то здесь... Ооо, что? Где мы? И я делаю вот так вот. И мы, оказывается, где-то здесь. Может, еще один мелтанчик заспавнился. Давайте походим, посмотрим. А, да, точно. Это мелтан. Что-то я не обратил внимания. Это мелтан. Электро... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему у него атака электрошок? Отвердение. Жесть. Электрическая атака. Это довольно-таки прикольно, конечно. Сейчас давайте я проверю, не заспавнился ли еще один мелтанчик здесь. Офигеть. И получается, ребята, мы сейчас можем сделать так. Где у меня конфеты? Отлично, ребята. У меня появилась первая лего. Я вас тоже с этим поздравляю, ребята. Это довольно-таки отлично. Это довольно-таки прям вообще супер. 26-й, 27-й, 28-й левел. Капец. Столько еще атак. Электроволна. Слабый электрический тренд спускается в противника. Хм. Давайте вместо виляния. А. Стоп. А как нам эволюционировать мелтана? Так. Нужно подумать. Так, или все-таки он эволюционирует на высоком левле. Ладно, давайте накормим его прям L-конфетками полностью. Точнее, XL-конфетами. Так, 36-го левла он уже. У нас кислотная броня. Давай вместо отвердения. Почему бы и нет? Давайте еще одну XL-конфету ему дадим. На каком левле он эволюционирует? На 50-м? Почему-то мне казалось то, что он сразу на следующем левле эволюционирует. Вот лучевая пушка вместо, вместо, ту-ту-ту-ту-ту, электроволны. Почему бы и нет? Так. Йоу, мелтанчик, иди сюда. Сейчас снова тебя будем апать. Отлично. У нас, кстати, очень-очень-очень хорошо по левлу получается. 52-й левел. И где твоя эволюция, бро? Почему ты такой маленький? Ах, сейчас почитаю в интернете, что там про тебя говорят. Так, ребята, чтобы эволюционировать мелтану, нам нужно переплавить очень много руды. Вроде где-то в районе 400 штук. Поэтому, братик 52-го левла, ты, конечно, очень классный. Пока у нас руда там переплавляется, мы сейчас давайте вот так вот сделаем. Пойдемте покачаемся. Посмотрим, какие здесь покемоны есть. Блин, так хочу, чтобы здесь рейкваза заспавнился. Столько уже, на самом деле, дней здесь живу. Фанпи, 9-й левел, братишка, прости, но ты мне не нужен. Так, кто-то здесь еще будет? Почему здесь покемоны не спавнятся? Ребята, у меня мелтан 52-го левла, представляете? Мелтан 52-го левла, и по идее, должны же большие покемоны здесь спавниться. Но почему-то я никого здесь не вижу. Так, здесь только они прилетают. И давайте мне, пожалуйста, сообщение в чате о том, что рядом со мной заспавнился рейкваза. Было бы прям вообще отлично. Хотя, ребята, у меня хоть и много покеболов, но мне слабо верится то, что мы с помощью ультраболов и квикболов его поймаем. Просто у меня был такой опыт с рейквазой как раз, когда я в него там больше стака или больше двух стаков покеболов спустил и не поймал. В итоге пришлось его ваншотнуть. Так. Йоу-йоу-йоу. Фанпи 9-й левел также. Давайте. Ты какого левла? Так. Иди сюда. У меня мелтанчик очень сильный. Так. Как я промазал? Так. Давайте вот так наверх кинем покемона. Так я же прям... Я же прям кинул в тебя. Дрифлун, ты чё, издеваешься? Серьёзно? Блин. И как мне против тебя сразиться? Ладно. Давайте я сейчас мелтанчика вот так вот к себе обратно заберу. Ииии... Дрифлун. Да ёлки-палки, куда ты убегаешь? Офигеть. Ладно. Хорошо. Спускаемся вниз и просто будем где-то здесь спавнить покемонов. Покемоны каменного типа. Давайте, появляйтесь, пожалуйста. Хочу... Хочу очень сильно со всеми траться. Так. Хлеб есть. И это на самом деле самое лучшее, что может быть. Ох, ох, ох. Блин. Очень сильно хочу рейквазу. Очень сильно хочу какого-нибудь сортовика прокачать с помощью конфет. Хотя мы все XL конфеты потратили. Было бы ещё неплохо сходить к рейдбоссу. О, Меньшау. Неплохо. Ты, по идее, должен быть хорошего левла. Так, так, так. Меньшу... А, Меньфу. Да, Меньфу. Меньшау. Так. 52 левел. У меня мелтанчик. Давайте я прямо сейчас ударю кислотной пушкой. Почему бы и нет? Кислотная пушка должна хорошо ударить. Отлично. На Меньфу мы почти победили. 4,6% хп осталось. И нам довольно-таки неплохо опыта дали. Ну, кстати, это, наверное, мало. Наверное, это мало опыта. Карбинг. Давай, нападай. Нападай. Давай, ждём. Блин, куда ты, куда ты в эти свои... Ой-ой-ой. В свои камни лезешь. 205 опыта. Это 128 и 85 опыта. Кристаллы там ещё повыпадали. Это довольно-таки неплохо. Интересно, сколько там руды переплавилось. Надеюсь, то, что будет 400 штук. Если не хватит, это будет, на самом деле, полный тильт. Ладно. Я думаю, то, что можно прямо сейчас туда подняться и посмотреть. И посмотреть, что у нас там получается из этого всего. Так-так-так. Первая печка 20. Ну, у нас ещё здесь 60 золота было. И сколько ещё железа? Куда-то я его положил. 47. Это уже 100. Представляете? Давайте я посмотрю, что у нас здесь. 41 штука. Блин. Ну, кстати, как будто должно хватить. Как будто должно хватить. 400 штук как будто будет. Давайте я сейчас это всё аккуратненько и посчитаю. Так. Очень много железа. 50. Так-так-так. Ну, это можно сказать. 100. 114. Так-так-так. Это уже тут-то-то. 200 с лишним. 250. Там... Ну, кстати, осталось как будто... Либо хватает, либо совсем чуть-чуть осталось. Нам нужно будет... Ой, здесь ещё 26 штук. Ладно. По идее... По идее... О, здесь ещё 23. По идее должно хватить. 400 руды мы переплавили. Мелтанчик у нас был, в принципе, в нашем отряде. И мы можем прямо сейчас дать ему редкую конфету. Почему бы и нет? Одну редкую конфету в надежде на то, что ты начнёшь эволюционировать. Добро. Так-так-так-так. Я сейчас снова посчитаю всё. Должно же хватить. 120. Ладно, будем округлять. 240. Ещё 300. А, ну да, конечно. Должно хватить. Держи, бро. Редкая конфета. И да, мелтан у нас эволюционирует, ребят. Просто посмотрите на это. Так. Ребята, сейчас у нас такой гигант будет вместо мелтанчика. Ёлки-палки. Мелметальчик. Летс гоу. Ребята, я так рад, что у нас есть такая необычная легендарка. Так, кулак молнии вместо удара головой. Почему бы? Хотя, удар головой довольно-таки мощная атака. 15 штук её ещё. Электрошок. Погемот. Давайте вместо электрошока бьёт противно электрическим кулаком. Умеет вероятность. Ой, ну давайте вместо электрошока как раз тоже вероятность парализовать цель. Ребята, вы просто посмотрите, какой у меня мелметалл. 53 уровня. И мы, кстати... Вау, 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 вау. Ларвитар. Теренитара сейчас сделаем. Так, квикбол. Иди сюда в квикбольчик, бро. Так. Мы снова в каком-то космосе летаем. Окей. Блин. Капец. Ты не хочешь ловиться? Восьмого левла. Ты восьмого левла, бро. Ты обязан пойматься. Я потрачу на себя все ультраболы. Я бы хотел себе Теренитара. И хотел бы найти какого-нибудь босса. Босса Теренитара бы хотел. Его мега эволюцию получить. С помощью мега камня. Было бы классно. Ииии, блин, ребята, у меня ещё есть такая отличная идея. Походить по деревням. Может быть мы найдём квест на Динамакс браслет. Это было бы просто офигеть как классно. Так. Давай. Ларвитарчик, ловись. Надеюсь, конечно, он поймается у меня. Если не поймается, будет очень грустно. Придётся его ваншотнуть. Так, окей. Ультрабольчик. Держи. Можно постоянно сбегать и постоянно квикболами пробовать его ловить. Или... Ну, в целом, мой любой покемон его ваншотнет. Действительно, мой любой покемон его ваншотнет. Ларвитарчик, давай. Я очень сильно хочу себе Теренитарчика. Почему бы и нет? Я только что думал, что поймал. Потому что долгое ожидание было. Давайте я прямо сейчас ещё раз попробую. Ага. Всё хорошо. Всё отлично. Давай ловись. Не ловится. Блин. И сколько получается я покеболов потрачу на это всё? Так. Всё. Поймал. Поймал. Отлично. Ну, кстати, не так много покеболов потратил. И... Где я? Опа. Всё. Я, я в принципе на базе. Какого ты левела, братик? Ой, 29 левел. Давай, давай, я попробую напасть на тебя. Капец, на летающих покемонов как-то сложно нападать. Опа. Отлично. И я тебя молнией ударю просто ваншотну. Капец, много опыта все получили. И, кстати, мы Ларвитарчика даже без помощи конфет сможем прокачать довольно-таки неплохо. Потому что у меня мелметальчик. Ну, ладно. Давайте дадим ему вот эти вот маленькие свои конфеты. Почему бы и нет? Ларвитар. Давай, С-конфетки. 11 уровень. Капец. Укус вместо толчка. Почему бы и нет? Так, жуткое лицо вместо злого взгляда. Ага, 13 левел. 14, 15. Вот бы, кстати... О, камнепад. Бросок камня. Ну, давайте вместо броска камня. Ладно, эти атаки начальные, в принципе, не так много значат для меня. Йоу. Давай, давай, качайся, качайся. 18 левел у нас, Ларвитарчик. Возмездие, истерика. Давайте вместо возмездия. А почему бы и нет? Иди сюда, бро. Какого ты левела сейчас будешь? 19-го. А на каком левеле он эволюционирует? Блин, вроде на большом левеле у него вторая эволюция. Давайте сейчас как-то посмотрим. Визг, вы хотите перестать учиться? Да, не хочу визгом учиться. Так. Еще буквально чуть-чуть осталось до следующей эволюции. На 30-м, что ли, эволюционирует он? Или я немножко не помню. Темный пульс. Давайте вместо жуткого лица. Окей. Потихонечку, ребята, даем конфетки. Вместо укуса, разгрызания. Иди сюда, бро. Куда ты уходишь? Ага, последняя конфетка. Он 29-го левела. И получается то, что эволюция совсем скоро. Но нам нужна эволюция Тиранитара. Блин. Ну что, я думаю то, что нам придется сейчас искать, пойти всякие рейд-боссы. И там попробовать повыбивать конфеты. Почему бы и нет? Опа. Мэвэйл. Насколько я знаю, у Мэвэйла есть мега эволюция. Давайте я прямо сейчас попробую поймать Мэвэйл. Как раз у меня лор-витарчик есть. Так, окей. Было бы неплохо найти Мэвэйл-босса. Опа. Мы можем еще раз истерикой ударить. Но если мы первое ударим. Отлично. 2% хп. И прямо сейчас мы сможем в ультраболт спокойно ее поймать. Я думаю, да? Надеюсь то, что это действительно так. Давай, Мэвэйл, ловись. Блин, у меня квикбол еще был. Мог бы квикболом попробовать. Ну ладно. Ничего страшного. Ультраболт, я думаю, мне поможет. Давай, давай. Ловись. Поймался. Отлично. Вот бы сейчас еще босс заспаунился. Чтобы мега камень получить. Но в целом... О! Ларвитарчик эволюционирует. Летс гоу. Получается, у нас сейчас будет Пупетар. Да, вроде как-то он так называется. Давай, бро. Блин, к сожалению, я ничего не вижу из-за этих белых бликов. Но у меня есть Пупетар. Да, вот такое вот лицо с колючками. Железная защита. Давайте железную защиту в целом... Эм... Ну... Ладно. Эта атака мне пригодится по-любому. Поэтому... Эм... Ту-ту-ту-ту-ту... Вместо разгрызания. Почему? Дрогнуть. Это вообще классно. А железная защита в целом... В целом неплохо. Пупитарчик у меня такой, 30-го левла получился, сильный против летающих, жучих, огненных и ледяных, это каменный и земляной, сильный против ядовитых, каменных, стальных, огненных, электрических, офигенно, Пупитар, ты очень классный, вообще просто суперский, я думаю то, что реально мы сейчас пойдем куда-нибудь и начнем искать наших легендарных, опа-на, какого-то левла, Хакама, нифига себе, эволюция того маленького котика. Давайте я прямо сейчас милметалом тебя победю, кулак молнии, держи, блин, не так эффективно, как я думал, я ударил по нему, ну давайте лучевой пушкой его и добьем, опа, остальной покемон это конечно вообще имба, давайте вместо электрошара, опа, всякие гемчики тоже возьмем, может быть нам это все пригодится, че спускаемся вниз, спускаемся вниз, будем искать сейчас рейд боссов и милметал, на них пускать, так, мне бы еще на самом деле на спавн куда-нибудь тэпнуться, похилить своих покемонов, почему бы и нет, давайте я прямо сейчас то сделаю, йоу, хилочка, давай врубайся, врубайся, летс гоу, очистка мира через 34 секунды, это конечно очень классно, мы сейчас прописываем РТП, появились где-то, непонятно где появились, но в целом я думаю то, что рейд боссов мы здесь найдем, потому что когда я до этого прописывал РТП, я постоянно видел какие-то активированные рейд боссы, но у меня был всего лишь пикачу 5 левла, так, березовый биом, может быть нам повезет и мы встретим Иви, ха, ну для Иви, конечно, приманка была бы прям супер, ну ладно, давайте просто побегаем, мы все равно ищем рейд боссов, так, блин, офигеть, в этом лесу можно просто заблудиться, ребята, было бы классно, если бы здесь вообще побольше, ооо, гридент, давай, летс гоу, ну мы в принципе Гаярдоса можем выпускать здесь, Гаярдос, а, почему Милметалл вылез, почему Милметалл вылез, так, ладно, все, у меня теперь Гаярдос, и с помощью Гаярдоса можно довольно-таки неплохо качаться, а атаки Милметаллу оставим для рейд босса, почему бы и нет, нам нужно очень много конфет, блин, я забыл все железо выкинуть, ладно, ребята, смотрите, что я сейчас сделаю, я же, я, ну хотя ладно, может быть железо мне действительно пригодится, у меня еще и удочка есть, вообще просто супер, так, летс гоу, летс гоу, попрыгаем вот здесь чуть-чуть на деревьях, может быть действительно Иви заспавнится, и нам очень-очень сильно повезет, но пока что я вообще в этом лесу признаков жизни не вижу, кроме Чеспина, а Чеспин, ребята, вы знаете, это, это мне очень повезло, то, что он заспавнился, летс гоу, офигеть, стартовик, заспавнился, и как бы, знаете, я как будто не удивлен, мне сегодня так везет, вообще очень-очень-очень сильно везет, я сейчас Чеспина не поймал, не поймал с первого раза, ну ладно, ультраболом, я думаю, то, что сейчас точно его поймаю, Ребят, какие у меня покемоны прикольные, вообще жесть, так, Чеспин не был пойман, давай, бро, поймайся, пожалуйста, поймайся, очень сильно хочу, чтобы ты поймался, Смейл, джи-джи, бросил ультрабол, ожидания, поймал, а, блин, капец, там долго он лежал в этом ультраболе, я думал, то, что точно уже поймал, давай, Чеспин, вот сейчас точно поймайся, пожалуйста, Don't play with me, yes, sir, ааа, окей, Чеспинчик, смотри, могу случайно тебя ударить, и уже в мой покебол ты не залезешь, и ни в чей покебол не залезешь, давай, Чеспин, let's go, последний ультрабол на тебя трачу, Ну ладно, не последний, это стартовик, на него очень много, опа, поймался, реально последний потратил, и это сработало, 27 опыта у меня все получили, прикольно, да, у меня уже есть, ребята, смотрите, какой стартовичок, с эксполом мы будем очень жестко его прокачивать, Ребята, я уже так давно играю в пиксельмон, я уже который час сижу, и я уже чувствую то, что моя пятая точка, прям как в Майнкрафте становится, то есть квадратный, жесть, ладно, хорошо, давайте я просто даль, опа, на рейдбосик появился, вот как вовремя, ребята, стоило просто поплакать, стоило просто поплакать, и надеюсь, там будет какой-то прикольный рейдбосс, может быть, мы даже его поймаем, почему бы и нет, давайте, Ну ладно, сколько, 4 звезды, нифига себе, это какая-то странная бабочка, что? Это какая-то странная бабочка, ладно, начинаем соло, но мы скорее не сможем победить, у меня 50, какой там уровень, 57, и со мной будут 37, 53, 37 левелы, бьютифлай, ооо, ну бьютифлай, ну слушай, кулак молнии, держи бьютифлай, должен хорошо по тебе ударить, хоть ты и 4 звезды, в целом, не, мы, Мы обязаны, мы обязаны, с нами еще, холучуа, хитморчик, давайте, ребята, бейте, бейте, ааа, нахилится, йоу, давайте, огненная плеть, ребята, по полной, по полной, гасите, гасите ее, кулак молнии, снова электрическую атаку в бьютифлай, и надеюсь, то, что сейчас мы сможем победить, офигеть, что за гигантик такой, опа, бьютифлай, мы победили, 1800 опыта, отлично, мил метальчик у нас получил, И малый фрагмент удерживаемого предмета, what the hell, окей, железо, кальций, конечно, это все классно, но ни одной конфетки нам не выпало, и я прямо сейчас предлагаю поймать бьютифлай, просто испытать удачу, почему бы и нет, чем больше покемонов, мне кажется, тем лучше, но ничего страшного, У нас есть рост ОЗ, это, кстати, очень-очень полезная штука, максимальный спрей, этот предмет убирает возможность нападения на вас диких покемонов, имеющих малый уровень, о, это офигенная тема, этот предмет убирает возможность нападения, ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, 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 это супер тема, Железо, это EVS добавляет, малый фрагмент удерживаемого предмета, ты можешь обменять его на нужные тебе удерживаемые предметы на варпшоп, или скрафтить из него фрагмент, ой-ой-ой-ой-ой-ой, прикольно, ребята, какие классные штуки мне выпали, еще кальций для EVS, это вообще классно, окей, я думаю, то, что можно идти дальше, я бы хотел еще найти рейдбосса, Я хочу себе побольше, побольше всяких прикольных конфет, побольше, мне нужно миллион конфет, мне нужно тысячи конфет, тысячи миллионов, миллион тысяч сотен, как вам такое число? Хм, мне кажется, там где-то обязательно будет рейдбоссик какой-то, так, смотрите, у меня есть милметал, но, к сожалению, на нем, на нем не полетаешь, но зато можно очень-очень быстро и прикольно побегать, так, давайте осмотримся здесь, Блин, к сожалению, я ничего, ооо, Зангус 38 левела, это, ребята, качалка, мы такое называем жесткой качалкой, так, ой, электрический тип атаки по нему неплохо бьет, да? Если неплохо, то это просто отлично, я только рад, ага, может быть, кто-то здесь еще есть, кто хочет, хочет дать мне покачаться, почему бы и нет? Так, никого не вижу, милметал, погнали дальше, искать наших рейдбоссов, какие-то странные полосы, это милметал, какие-то странные звуки у меня милметальчик воспроизводит, окей, рота, ооо, смотрите, прикольно, черная ротата, точнее серая, довольно-таки классно выглядит, мне нравятся ротаты именно серо-черного цвета, вот такого вот, ох, нифига себе, какие-то еще постройки здесь прикольные. Дайте мне, пожалуйста, рейдбосса, вот такой в очках я на милметал, и вообще супер крутой чел. Ребята, пока мы ищем рейдбоссов, я думаю, то, что мы будем по пути очень жестко качаться, я вот сейчас здесь нашел горный биом, вдали пока я ничего не вижу, но джелудудов всяких здесь очень много, и в целом покемоны должны здесь спавниться довольно-таки неплохого левла. Так, давайте-давайте, покемончики, спавнитесь, я думаю, то, что мы обязательно должны за эти 100 дней кого-то прокачать до 70-го левла как минимум. Милметал у нас уже 54-й уровень, жесть, и в целом у нас все покемоны довольно-таки неплохого уровня. Пупитар 30-й, Гоярда с 33-й, вот эта вот штука с Эксполом очень-очень-очень хорошее преимущество нам дает. Ёлки-палки, спасибо большое вам, ребят. Если вы смотрите, просто респектос, спасибо за конфеты и за паркбол. Паркбол просто имбалютая, у нас милметалчик в нем. Если бы, кстати, был бы фейк милметальчик, это бы, это бы был вообще фул тильт, фул тильт. Так, что это за здание такое странное? Так, там болото я вижу, и где покемоны? Пожалуйста, заспавнитесь, покемоны. Так, ты, по идее, небольшого левла должен быть, 13-го. Ну ладно, хорошо, против тебя я пупитарчика поставлю. Ага, пупитарчик, кидайся пока. Вокруг я никого больше не вижу, и давай истерикой попробуем тебя убить. Отлично, истерикой все получилось. Семя-пиявка у нас на чеспине, неплохо, вместо рычания. Почему бы и нет? И я думаю, то, что здесь можно остаться и очень-очень долго качаться. Либо можно прокачаться с помощью удочки, почему бы и нет? Вот как раз я там вижу болото. Погнали качаться с помощью... О, торкал 38-го левла. Let's go. Мелметальчиков тебя. Лучевая пушка. Пам. Довольно-таки... Офигеть! Он почти победил моего мелметана. Железный лоб. О-о-о-о. На мэвэ или железный лоб? Эм... Давайте я... Так, сила равняется 100 раз количеству энергии от накопления. Блин, а какую атаку мне можно... Ну ладно, давайте... Давайте выплеск. Давайте выплеск. Всё, окей. Поменяли атаку. У нас есть теперь железный лоб. И смотрите, кто у нас здесь есть. Это матч-ап 21-го левла. Держи, бро. Вот такую вот плюху. Отлично. И у меня чеспин эволюционирует. Капец. Сколько, ребята, у меня покемонов за сегодня эволюционировало? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы посчитали, сколько. Это жесть. Здесь просто постоянно какие-то эволюции. И мы можем ещё Пикачу в рай ещё перевоплотить. Но в целом... Точнее, эволюционировать. Но в целом я этого делать не буду, ребята. Потому что мы Пикачушники, а не райчушники. Колючий удар можно, кстати, вместо... Вместо наката. Почему бы и нет? Зачем мне пока земляная атака? Опа. Блин, офигеть. Квиладин уже 16-го уровня. Блин, как быстро растут наши дети. Ладно, спускаемся вниз. И там уже, я думаю, можно покачаться. Или нет? Ребята, у нас же... Ну, хотя Гоярдас есть. Гоярдас есть. Он 28-го левела. Квиладинчик. Уйди-ка отсюда. Пупитарчик есть. Ладно. Ну, летс гоу попробуем. Может быть, кто-то прикольный сейчас нам выпадет. Давай-давай, ловись. Давай-давай, ловись. Опа. Сикиинг. Вот это-то, конечно, приколист, Сикиинг. Он сейчас меня добьет, да? 41-й левел. Жесть. Ты сейчас меня добьешь? Надеюсь, не добьешь. Ой-ой-ой. 10% хп. Неплохо. Ребята, Гоярдас у меня живет на 10 хп. И все, мы его добили. И Гоярдас 1500 опыта получил. Вау. Вау, ребята. Это прям очень много. Офигенно. Так, Корфиш. Какого уровня? 27-го. Let's go. Попробуем, в принципе, тебя... Темный пульс. Let's go. Пупитарчик. Темной атакой на Пупитары. Завалили Корфиша. Пресная вода. Ну, в целом, пресная вода. Она что делает? Хилит 30 хп. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Ладно. Какого-нибудь маленького покемона можно подхилить. Но мы такими, в принципе, не качаемся. Так. Кто же у нас... Ещё здесь есть. Есть какие-нибудь прикольные покемоны, которые здесь заспавнились? К сожалению, не вижу. А это что? Это люди поставили? Либо это сгенерировалось? Да, какая-то странная штука. Что это такое? Объясните мне. Опа, ребята. Смотрите. Надеюсь, ты тренер, который... С 40-го левла. Кстати, неплохо. Но... Блин. Знаете, в чём минус? Это, конечно, хорошо. Ну, у меня покемонов нет хороших. Ну, есть хорошие покемоны, но у них у всех очень мало хп. Зубат. И чем мне тебя бить? Тёмный пульс? Ладно. Хорошо. Одного покемона они уже победили. Спасибо вам большое. Зубат, держи. Водопад. Ой, 9% хп оставил. Ладно. Ой, чем я ударил? Ой, я случайно не ту атаку ударил. Так, давайте лучевой пушкой будем всех бить. О. Всё, я победил. Мелметалл. Вот это у меня жёсткий он читер. Ладно, я предлагаю сейчас поехать на спавн. Отлично. Поехали на спавн. Может быть, ребятам здесь железо отдадим? О. Железо. Вот. Выкинулось железо. Всё отлично. Нужно похилиться. Нужно аккуратненько похилиться. И написать RTP в надежде, что нас тэпнет в какое-то прикольное место. Давайте. RTP. И... О. О. У ребят по ландшафтику лайк. По ландшафтику лайк. Давайте посмотрим вот так вот. Хопа-хопа. Вокруг ничего нету. Нужно походить немножко прогрузить. Возможно, найдём какого-то рейдбосса. И в целом я бы сейчас очень-очень-очень-очень жёстко бы погриндил мобов. О. А это я здесь вначале был? Или нет? Или я здесь не был вначале? Чё-то тут побережье мне что-то напоминает. Что-то действительно мне напоминает. Давайте посмотрим. А. Не. Я здесь не был. Ну, в целом красивое место. Жесть. Какое красивое место. Так. Давайте идёмте. Поднимаемся наверх. Очень сильно мне нужны рейдбоссы. Так. Я не прекращу это говорить. Потому что рейдбоссы реально очень сильно нужны. Мне нужны конфеты. Мне нужно как-то качать своих покемонов. А у меня, по идее, на хоме... Ладно. Пока не буду тэпаться на хом. У меня сколько там редких конфет. Сколько-то там осталось. Я думаю то, что мил металла мы сможем прокачать до 60 уровня как минимум. Или как максимум. Ну да. Мне кажется как максимум всё-таки. Так. Смотрите. У нас гора вот такая вот есть. Хм. Лучей от рейдбоссов вообще не видно, ребята. Вообще не видно. Давайте пупитарчика сейчас выпущу. И тёмным пульсом сейчас роликоле завалю. Отлично. 37 опыта, ребята, получил на каждого покемона. Это, кстати, довольно-таки неплохо. Много, ребята. В кавычках, конечно же. Так. Окей. Здесь у нас никого нету. Давайте тэпнемся на хом. На хоме у нас должны быть конфеты. Так, так, так. Что у нас здесь? 7 конфет. О, кстати, да. Кстати, да, ребята. Мы довольно-таки неплохо сейчас прокачаем нашего мил металла. Так. Держи, бро. Держи, бро. О, щит. Дает возможность уклониться от всех атак. Шансы не повышаются, если используются последовательно. Окей. Вместо удара головой. Почему бы и нет? Щит это классно. Так, если он уклоняется от всех атак. Просто супер. Так. 70. А, 60-й левел мил металл. Давай ты будешь 61-м уровнем. Отлично, ребята. Стальной. Сильный против каменных, ледяных и волшебных. Слабый против стальных, огненных, водных, электрических. Это, в принципе, все понятно. Это все понятно. Давайте посмотрю. У меня здесь конфеток еще нету. Как раз железка все сложу. Окей. И, к сожалению, к сожалению, ребята, ничего не вижу. Shift. Так, так, так. Просто Z. Держи, бро. Держи, бро. Держи, бро. ЕВС жестко повысили мел металлу. Жесткий самоцвет ему не нужен. Блин. Ему бы реально какую-нибудь... Какую-нибудь шапку бы ему было бы вообще просто супер. Благовония волны. Повышает урон этот атак дного, типа. Дного или одного. Типа на 20%. Водного. Так. Окей. А кто у меня водный? О, я могу счастливое яйцо дать. Пупитару получается. А вот тебе благовония вот сюда. Вот. Все хорошо. Жучий самоцвет. Звездная пыль. Может быть продано торговцами. Это все понятно. Максимальный спрей. Мне не нужен. И в целом... Кальций. Можно еще кому-то кальций дать. Можно еще кому-то ЕВС повысить. Давайте. Почему бы и нет. Держи кальций, Пупитарчик. 31 левла. Ой. Ты меня испугал, мел металл. Ребята, смотрите кого нашел. Фарфэтч. И я думаю то, что его стоит поймать. Фарфэтч вообще крутой покемон. Покеболы, квикбольщик. И давай фарфэтчик с первого раза ловись. Блин. Ты с первого левла и он не поймался. Ладно. Если вот сейчас один ультрабол кину. Не поймаешься. Будет еще один шанс. Окей. Еще один шанс. Если сейчас не поймаешься, то к сожалению придется тебя завалить. А, поймался. А, нет. Не поймался. Держи кулак молнии, бро, тогда. Держи кулак молнии. Ой, что там выпало? Клюв выпал с него. Так. А где клюв? А где клюв? Ладно. Глеймяу здесь еще есть 30 левла. Отлично. Тоже неплохо так 160 опыта с нее забацали. Блин. Офигеть. Постоянно путаю этого покемона. Непонятно с чем. Непонятно с чем. Так. У нас здесь болото. Так. Какого ты левла, бро? Бараскида 32 левла. Лучевая пушка. Давай, давай, бро. Бей. Отлично. Ваншот. И по 400 опыта каждому. Почему бы и нет? Так. Окей. У нас есть вместо удара лозы. О, стоп. А он только травяного типа. Блин. К сожалению, жучий самоцвет ему не подойдет. Если он только травяного. Но в целом у него есть... Так, 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 так. Не. Я могу ему дать. У него есть одна жучая атака. Все отлично. Кроганг. 31 левла. Нифига себе, бро. Дружи. Офигеть. Мы сейчас очень будем жестко прокачивать своих покемонов. В целом, я действительно нацелен на то, чтобы как минимум по пятару еще добить до череденитара. До третьей эволюции. Это точно за 100 дней все возможно сделать, ребят. И знаете, какую я тактику решил выбрать? Действительно, вот выбрать и долго-долго-долго вот здесь вот гриндить ее. Это тактика просто рыбачить в болоте. Почему бы и нет? Давайте прямо сейчас посмотрим. Сколько мы сегодня рыбачили? Жесть, да, ребят? Ой-ой-ой, сорвалось. Случайно, случайно. Давайте, давайте, давайте. Побольше, побольше мне восклицательных знаков. Три восклицательных знака. И дайте мне Эша Гренинзю. Почему бы и нет? Было бы вообще классно. Опа, один восклицательный знак. Барбоч, 18-го левела. Ты, конечно, очень крутой, брат. Ты, конечно, очень крутой. Но и опыта, кстати, неплохо выпало. По 118 опыта каждому. У меня яйцо на попитаре. Это вообще классно. Он еще икспу получает дополнительную. Точнее, икс-два икспы. Баскулинчик. Держи разгрызание. Опа, не получилось ваншотить тебя. Сори, бро. Офигеть, 600 опыта у нас попитарчик получил. И да, до 50-го, до 55-го или до 50-го левела его очень-очень долго качать. Но я уверен, что мы, ребята, сможем это сделать. Кровью и потом, но сможем. У меня, в принципе, всегда все получается. Так. Давайте точки, точки, точки. Три восклицательных знака. Мак! Нифига себе. А почему он такой разноцветный? Стоп. А почему Мак выпал? И он какой-то непонятно разноцветный. Смотрите. Блин, офигеть, он прикольный. Это какая-то непонятная расцветка на нем. Окей, ультрабол. Блин, Мак мне на самом деле очень нравится как покемон. Он такой прикольный. У меня воспоминания именно о Маке с детства. Вот я когда в детстве смотрел аниме покемоны, я вот именно отчетливо помню там Мака. И он такой был прикольный. Ладно. Хорошо, давай, Мак. Ты должен пойматься. Тем более вот такой вот непонятной расцветки. Это было бы просто... Офигеть, мы его поймали. Отлично. И опыта получили. Вообще супер. Офигеть, сколько мы всего прикольного залутали. Окей, 37-й левел. Мэ, Вэйл, Квиладин, 20-й. Пупитарчик у нас. Хм. Кто у нас... Ой-ой-ой. Какого ты левла, бро? Какого ты левла? Эм... 15-го. 15-го, ладно. Неплохо. Неплохо. Кулак молнии, держи. Так, по 80 опыта нам дали. И давайте дальше будем, в принципе, ребачить. Очень сильно хочу прокачать всех своих покемонов. Опа-на, блин. Я думал, какой-то прикольный покемон. Мне нужно будет еще в ПК залезть. И в ПК полазить и поменять покемонов. Мака бы я хотел поставить. Вместо, допустим, Мэйфаэлл. Почему бы и нет? Тем более, реально у него очень интересная раскраска. Очень интересная. Сикинг. Разгрызание на Сикинга. Ой-ой-ой-ой. Как он больно по мне ударил. Тихо-тихо-тихо. Зачинься. Так. И атаками электрического типа. Кулак мощи. Офигеть. Сколько за Сикинга все-таки опыта дают. Это вообще классно. Давайте дальше. Хочу еще одного Сикинга. Хочу еще одного Сикинга большого левла. Либо Мака. Этого Мака я уже завалю. В целом. В целом. Летс гоу. Три, конечно, восклицательных знака. Меня очень сильно удивили. Один восклицательный знак. О, Граймер. Вот тот же Мак. Только первая его эволюция. Окей. Давайте дальше. Хочу. Хочу. Очень сильно. Эшо-гренинзю. Это, в принципе, мне кажется, единственный покемон, которого всегда хочется всем поймать в болоте. В воде. Именно Гренинзе. Эш-типа. Так. Давайте, давайте, ребята. Вы серьезно? Вы серьезно? Какая еще сырая отрыска? Я ее даже есть не буду. У меня очень много хлеба. И, кстати, хлеб довольно-таки прикольно как будто есть. Я когда в Пиксельмон играю, всегда ем только хлеб. Окей. Летс гоу. Точка, точка, точка. Летс гоу. Давай, давай, давай. Ребята, я так сильно топлю за большое количество восклицательных знаков. А. О. Почему не ловишься? Опа. Дупайдер. Летс гоу. А ваншот. 65 опыта. Неплохо дали. Неплохо дали. Давайте где-нибудь... Стоп. А мы... Мы точно в болоте? Это же болото, да, считается? Но, в целом, покемоны-то болотные выпадают. Дупайдеры всякие там сихотя. Ладно. Давайте чуть-чуть вон туда вот отойдем. Или куда мы отойдем? Ладно. Вот где-нибудь... Вот где-нибудь вот в этой стороне можно половить. Но здесь не так глубоко. Эш-агри-ниндзю здесь не поймать. Ладно. В целом, давайте, ребята. Просто будем качаться, качаться и еще раз качаться. Йоу, ребята. Прямо сейчас у меня эволюционирует Пупетар. Офигеть. Просто посмотрите. Просто посмотрите. У меня теперь есть Тиранитарчик. Летс гоооо. А сейчас, ребята, у меня Чеспин эволюционирует в свою третью эволюцию. И это Чеснаут. Йоу, ребята. Вы просто посмотрите, какая сегодня у меня команда эпичная получилась. Капец. Столько я часов потратил, чтобы это все провести. Вы не представляете, ребята. И это, кстати, алоловая форма мака. Просто посмотрите, какой он разноцветный и прикольный. Пикачу. У него есть атака 100 тысяч вольт. Тиранитар у нас. Милметалл. Это просто жесть. Чеснаутик. Ёлки-палки. А Чеснаутик-то эпичный. И просто посмотрите, какую команду мы сегодня с вами собрали. Я думаю, то, что, ребята, ролик полностью удался. Провели мы 100 дней в Пиксельмон мире в Майнкрафте. Поймали самых прикольных покемонов, на мой взгляд. Ну, которых мы могли. Гоярдос, вообще имбушка. Пикачушка, вообще классный. Мак. Блин, какой же он классный. Какие же классные покемоны у меня сегодня. Ребят, вот такое вот видео получилось. Если вы хотите продолжения, либо хотите, чтобы я прошел Майнкрафт как-то необычно и собрал какую-то определенную команду, пишите ваши идеи в комментариях. С вами был я, Смейл. Заходите на Кристаллик, чтобы поиграть со мной. Может быть, кто-то из вас захочет сразиться с моей эпичной командой. Если вы хотите продолжения именно с этими покемонами, напишите, пожалуйста, тоже об этом в комментариях. Мне очень сильно важно это знать. Вот такое вот сегодня большое видео получилось. Я думаю, то, что если вы его досмотрели, это просто эпик. Это просто будет действительно эпично. Спасибо большое вам за просмотр. Ставьте лайкосы, оставляйте свои комментарии и не забывайте подписываться на канал. А с вами был я, Смейл. Всем удачи, всем пока-пока-пока. Пока.